Всем привет! С вами Вадим Сена и Юлиана Несена. Пока еще. В общем, мы начинаем новую игру, которая вышла совсем недавно, пару дней назад. Как называется? Фантом? Фантом называется, да? Доктрин? Yes. От известной компании Эппи-гейм. Я предлагаю начинать, да? Да, давай, начинаем, потому что мы еще даже не ознакомились, ничего не знаем, так что, если что, извините за помарки и какие-то просчеты. Так, мы выбрали новую игру. Выбираем режимы. Пока нам доступен только обычный режим. Есть здесь еще расширенные, углубленные версии сюжета, которые помогают пролить свет на обратную сторону событий. Так, пока мы пришли обычную, мы не доступны. Мы можем выбрать сложность, низкая, средняя. Стандартный уровень сложности, фантом, доктрин, а высокая, повышенный уровень сложности для тех, кто не боится трудностей, избавляется от тел, нельзя. Каких тел. Вот именно. Да, кстати, по поводу игры. Мы забыли самое главное озвучить или сказать. Игра связана со шпионажем. То есть здесь присутствует КГП, ЭПР, ЦРУ, СБУ. Какие там еще службы есть, я уже забыл. Ладно, мы выбираем низкий уровень сложности. Это для игроков без опыта в пошаговых стратегиях. Так, дополнительные возможности включить обучение. Да, включаем, потому что мы еще ничего не знаем. Субтитры полные. Ну, собственно говоря, идем дальше. Так, ЦРУ, ЦРУ, кодовое имя Кремень. Это биография, да? В роли элитного бойца ЦРУ раскройте заговор, обнаруженный в центре охваченного войной Бейрута. или же КГП, кодовое имя Кадьяк. Разберетесь с предателем Родины, попробовав себя в роли заслуженного контрразведчика из КГБ. В общем, ЦРУ – это Америка, КГБ – это Советский Союз. В общем, мы кого выбираем? Я хочу за девочку играть, пожалуйста. Не, подожди, ты уже за персонажа рванула. ЦРУ? Надо выбрать ЦРУ. Не, я предлагаю, не думать, наверное. Я предлагаю выбрать по порядку, вначале, тем более, мне тут все помолоть как-то смущает. Хорошо, давай ЦРУ. И главный персонаж будет женщина, хорошо, давай. Сказай мальчика выбрать. У Рэнда нужно выбрать имя. Терева, Брэнда, Донор, Беверли, Сандра, Сандра Мур. Хорошо, согласен. Ну, давай. Покажи нам, кто подходит под Сандру Мур. Помнишь Сандру, певицу? Вот найди мне тут, Сандру. Я предлагаю не заморачиваться, это вообще не важно. Какой у тебя выбрать пухленькую или худенькую? Ну, ты ж будешь за нее. Мне все равно. Какой ты выберешь? Если выберешь пухленькую, она будет слабо пехать. Если выберешь худенькую, она черчур быстро пехать будет. Тебе надо что-то средненькое выбрать. Чемненькую, подходит? Ну, более скрытно. Ну, вот же Сандру. Похожа, да. Ту саму Сандру похожа. Нет? Ты не помнишь такую? Нет. Ну ладно. Я тебе покажу. Я тебе помню. Хорошо. Создать? Буквально через часик я тебе реально покажу, кто такой Сандра. Да. Мне уже страшно. Ну ладно. В любом случае, вы можете писать свое настоящее имя сюда. Здесь есть такая возможность. Ну, или любое другое, какое вам больше нравится. Так. Создать. Создаем персонажа. Настраящее имя Сандра Мур. Кодовое имя Кварель Мин. Светку. Боже. Да ты ее выбрал. Я выбрал. Постой. Ты не командишь процессом. Я только тут комментирую в качестве журналиста. Можно еще выбирать ее это? Ну, цвет кожи. Готовый вариант Кейт. Давайте под лицо почищем немножко. Да? Постойщиков. Дим. И мы так не договаривались. Что я должна еще лица их выбирать. Ну, ты же девушка. Ты должна. Ты умеешь. Я очень привередлива в этом плане. Ну, это парень. Создай. Идеально? Ну, не идеально, а ту, которая тебе понравится. Ты же толстенький, пухленький, как ты хотела. Средненько, я беру. Ну, давай. То есть вот средненькая, есть хухленькая, есть толстенькая. Ну, вот такая. Пухленькая. Соглас. Да. Обычная, да? Обычная. Обычная. Свет глаз. Нет, давайте те светло-голубые. Так такие прямые, что я делаю, такие яркие. Так выиграть все равно не будет заметно. Я так думаю. Вот хотя... Возможно еще выбирать цвет волос? Нужно? Да, да. У меня что волосы? Света. Они были такие. Лицо у меня потом все-таки темное. Мы поменяли сейчас. Если не поменять. А черный волос? Мне понравилось. У меня тогда цвет кожи. Готовый вариант лица. Может и ключи, и тогда поменять цвет кожи. Гормально. Просто цвет волос. Все. Определились. И черный волос. Хорошо. Это что? Черный волос. Одежда. Давай ее в купальник. Да. Это какой-то. Как гладкий. Без перчаток. Прям модельер. Текст какой-то. Да, вообще красный. Ничего, что красный. Ничего. Света. Да. Прям. Где-то да, вообще. Ченцы. Перчатки. Поплук. Чёрный есть тут? Это чёрный? Ну, почти 7 польших серых аксессуаров, а в набор будет? Конечно Ну тогда, да Вон там О, всё лучше Нет, главное, 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 нет Опция, нет Она тут ещё и доступна, да? Опция, нет Да Ладно, дальше Ещё А ещё раз Очки будут Вон, пустите Ну, ты покладывай все уж 8 штук очков Да, ну, видишь Ей даже улыбнула Да Да Почему не завернуться, по-моему? Ей понравились эти, да? Не, не понравились Ладно, давай пусть я первая мне понравилась Да Да И Аксессуары Непонятно Шраф Комод Звучит уже О, О, Серка где? А, то есть нельзя выбирать сразу несколько, да? Да Несколько Нет Ну, Фия Ну, это Египетское Оставишь Будет египтёнка Наполе Ну, 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 Что мне не нравится, что ли? Ну, Передина, что ли? Включить другие, что ли? Да Может, я не знаю, что ли? Ну, Нет Нет А чёрные Под курточку Угу 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 Всё Давай тебе шарфик один раз Ну Угу 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 Это сигара Ну, Выбирай Угу 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 Шрамы Это шрамы 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 на глазу Ну, где-то он там слева Балки От когтей Белосферные 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 Вслед от кнута Такой вот я не могу А вот теперь уже сломан Угу Ладно, у нас не будут татуировки и макияж Ламур Розовый У тебя губы, что ли? Губы и тени Угу Угу Тиолетовый Ну, как будто Шучу Поехали Угу Угу Нет, но я думаю, что лучше не сильно ее вам делать Потому что она будет очень заметна Надо серую мышку сделать Это серая мышка? Ну, думаю, да Отлично Что дальше? Нажимаем дальше или нет? Ну 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 Нажми, но Мне кажется, дальше начать игру Итак, мы начинаем Мы Потратили 10 минут На Одежду Что? Шучу Шучу События Ой, простите Смотрите Называется Трахурийский Не доверяйте никому Кто не успел услышать о чем речь шла Прочитайте титры, которые только что были на вашем экране Можете вернуться чуть назад Итак, мы плывем на корабле А вот на лодке А вот на лодке И какой там грудь А вот на лодке Трекушет Это Голд Янки Джулия Уфа Попоте контракт сесть Матерска Рейболт Патрол 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 Рейболт Патрол Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо, Александр Иванович. Укончить ход, заканчивай. Сейчас опять охранники будут что-то где-то ходить. Проните главное здание. Мы отключили камеры, да? Да. У меня еще есть ходы? Да, еще есть. Ходи. У тебя вот поле деятельности, вот видишь, показывают силенки. Как ты далеко можешь ходить. Вражеский агент обнаружен. Он оказался нашим и спящим агентом. Выберите кодовую фразу в меню способностей. Вот, да. Кодовая фраза позволяет взять под контроль вражеского агента, запрограммированного на кодовую фразу. Стоимость тынь-тынь-тынь. Отверждать. Спящий агент может безопасно пройти куда угодно. Поднимитесь наверх, используйте колесико мыши, чтобы выбрать нужный этаж. Затем выберите нужную клетку. Нам, ну, точно наверх. А нам чуть-чуть вправо. Отнимитесь наверх. Угу. Вот эти колесико. Ну, колесико мы прокрутим. Вот. Ну, боже, вот тебе вот сюда надо. Наверное, на этаж ниже опустить. Вот так, да. Ну, там полицейский. Давай, подходи к нему. А, это ты этим врачом, типа. Охранником можно бесшумно устранить. Не-не-не, вот, наутоспособности. И позволяет бесшумно нейтрализовать цель, при этом агент не убивает гражданских. Стоимость такая-то. Ты этого не видела. Я завидела. У каждого персонажа есть определенный уровень внимания. Она применяется для некоторых действий. Например, чтобы вырубить противника. В бою внимание позволяет агентам уклоняться от выстрелов, что значительно снижает получение урона. Внимание восстанавливается с каждым ходом. Кроме того, его уровень можно повысить способностями или предметами. Понятно. Продолжаем. С помощью наводчика можно разведать туман войны, чтобы обнаживать врагов и гражданских в выбранной комнате. Помните, что у агентов в поддержке есть своя область зрения. Поэтому цель должна находиться в пределах невидимости или огня. Куда ему советуют идти? Нет. Нет. Что дальше? На один этаж вниз опустись. Подвинь камеру туда. Да, вот сюда. И вот. 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 Видишь такое? Вот. Тебе вот на вот это надо как-то. Уйдем. Он повернул камеру. УгнулUE. Ух, не будь. Подв sustaining triggers — тут. Он здесь, например. Запомниляет Gabo. ПодvändARE. Надеюсь про разместите ваших агентов у двери чтобы приготовиться к прорыву и этого тоже поднимаю на второй этаж вверх на один этаж и в двери его или нет и подойди только куда-то чуть-чуть камеру на себя давай поднимайся способность прорыва затем отмеченную комнату прорыв чрезвычайно эффективно поскольку дает бонус к урону подтвердение снизу обратите внимание что при выстреле из оружия без глушителя всегда поднимается тревога и начинается бой завершить к сейчас кипиш начнется поднята тревога выстрел из оружия без глушителя заперите документы из сейка если видишь вот здесь вот запросить эвакуацию где указать не надо там потому что теперь эвакуация прибудет через два входа на это время на это время установите дозор чтобы охранять комнату на это время установите дозор приметите друг другого агента к окну а этого агента к окну устанавливает устанавливает дозор снаружи обратите внимание дальний дозор охватывает область в форме конуса а ближний в форме круга у тебя туда закончить ход у тебя они что через окна будут выпрыгивать нет они дозор не будут следить но им же вот эвакуироваться вот здесь вот вот видишь стрельба уже началась вот еще один противник машине это это да вот еще вот как он долго готовится к чему непонятно к засаде время ждания авто на левом кольцем полка ну опыта на ротбах подали ну да ух ты ну зависла да ты можешь пить и не не ух ты и не и и и и и и и Нужно попробовать нажать Escape. Я успею продолжать. Или сохранить и загрузить самому немножко. Плюсовик какой-то с... Я думаю, мы не будем с этим разобраться. Что-то пошло. Вроде все же работает, а что надо сделать, я не пойму. Вроде как, наверное, если это деятельность противник, то ничего не нужно сделать. Странно. Что ж, на этом мы с вами пока что прекратим. Все остальное мы испробуем, испытаем. И когда найдем выход, тогда запишем следующую серию. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Давайте нам советы, как выпутаться из этой истории. Да. Кстати, может, вы напишите, что должно произойти. Или у нас ком зависит. Ну, в общем, неизвестно, что. Не похоже, что ком зависит, потому что, ну, как бы, все переключается. Все это, но не оптимизируется ничего. Ну, и ничего не происходит дальше. В общем, на этом все. До скорого. С вами был Вадим Сена и Юлиана. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры.